Работа по поддержке инвестиционных проектов в Приморье будет продолжена. Особое внимание власти уделят развитию объектов в сфере логистики, а правительство края совместно с федеральными структурами намерены расширить меры поддержки таких проектов. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяка по итогам совещания с крупнейшими инвесторами Приморья под руководством полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Приморье занимает лидирующие позиции по целому ряду показателей, связанных с привлечением инвестиций. Стоит на первом месте по созданию новых рабочих мест, на втором месте с точки зрения общего объема привлечения. На территории края с применением мер государственной поддержки реализуется более двух тысяч инвестиционных проектов. 718 миллиардов рублей уже вложено. По соглашениям общий объем будет составлять 3,2 триллиона. Работу по поддержке инвестиций мы будем продолжать. Для этого необходимо периодически встречаться с инвесторами, узнавать о том, какие проблемы, в чем мы можем помочь. На заседании рассмотрели ход реализации проектов в области судостроения, сельского хозяйства, туризма и логистики с общим объемом инвестиций 290 миллиардов рублей. По словам губернатора Приморья, Северный порт станет современным портом по контейнерным перевозкам и экспорту грузов. Это уже, скажем, другое направление работы наших портов, другие технологии, другое оборудование. И для нас это имеет весьма-весьма большое значение. То есть радует то, что инвесторы предложили свои решения и в строительстве 30-го отсюда ремонтного завода, то есть расположенного в Дунае. Это и расширение возможностей непосредственно под контейнерную перевалку порта Суходол, не только кугольного, но и как контейнерного. Конечно, это и вопросы, связанные с туризмом Белогорода, чем сказал Юрий Петрович, и вопросы развития молочных животноводства, строительства самой крупной на Дальнем Востоке молочных товаров фермы на 5600 голов единовременного содержания, дойных, что даст плюсом 50 тысяч тонн молока в год. Вице-премьер отметил, что практически весь экспортный потенциал России развернут на восток, что повышает требования к портам, дорогам, контейнерным площадкам, поэтому особое внимание было уделено логистическим проектам Приморья. Напомним, в крае ведется масштабная работа по улучшению инвестиционного климата. Ранее в регионе поставили рекорд по привлечению инвестиций. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.